За моей спиной как раз один из таких концептуальных ресторанов, который придумал очень известный испанский дизайнер. Специальная компания, которая занимается освещением для бутиков, для торговли, для шоурумов. Это тоже отдельная история, и там требования. Ну, что касается обогревателей, то зачастую это не только комфорт, это еще и настроение, которое создают уличные камины. Они могут быть как с естественным огнем, так и с... Привет, друзья! Если вы думали, что в этом сезоне с выставками все, то спешу вас обрадовать. Ну, конечно, не огорчить. Хотя, может, кто-то и огорчится, скажет, Владимир, ну сколько можно уже выставок, мы устали их смотреть. Но, тем не менее, есть одна очень интересная, которую я решил посетить. Мы сейчас находимся в Барселоне, мы находимся у Международного центра конгрессов, и здесь проходит выставка, которая называется Интерио Тел. То есть, это выставка, которая посвящена гостиничному оборудованию. Ну, вообще, в целом, теме хорека. То есть, это дизайн для гостиниц, для ресторанов, для кафе. И это, на мой взгляд, довольно интересно по нескольким причинам. Ну, во-первых, кто-то, может быть, занимается проектированием общественных пространств. Ну, наверное, с гостиницами чуть меньше удается поработать с дизайнером, с ресторанами чуть чаще и чуть больше. Во-вторых, даже если вы этим не занимаетесь, то гостиничный дизайн – это всегда очень интересно с точки зрения того, как можно эффективно использовать очень ограниченные пространства. Потому что понятно, что каждый ательер старается сделать больше номеров, но при этом не в ущерб комфорту. И то же самое происходит с ресторанами. Посадки для ресторана важны, ну и, конечно, комфорт тоже важен. Ну и, естественно, важен бюджет, потому что бюджет для коммерческого проекта – это, в общем, ну, как бы основа бизнес-идеи, потому что они создаются не для того, чтобы комфортно проводить время дома с семьей, но для того, чтобы зарабатывать на предоставлении этого комфорта, предоставлении определенных впечатлений. И этим, конечно, эта выставка точно интересна. Ну и, конечно, она еще интересна тем, что здесь такая своего рода эссенция определенного уровня компании, потому что, ну, опять же, исходя из всех предыдущих тезисов, здесь представлены компании, которые занимаются мебелью, светильниками, различными отделочными материалами, в том числе сантехникой, в этом направлении. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Сейчас пойдем, и я сделаю, надеюсь, интересный обзор. Ну, а вы обязательно напишите, так ты или нет. Поскольку выставка проходит в Испании, то, естественно, здесь в основном представлены испанские производители. Ну, давайте начнем с любименького, с ванной комнаты. Конечно, в ванной комнате, в отеле, например, важна экономичность, не только в плане бюджета, но и в плане использования водных ресурсов. Потому что одно дело вы льете водичку в своей родной ванной комнате, а другое дело 100 человек одновременно включают водичку, и это, конечно, большие расходы. Для ресторанов, понятно, чуть-чуть поменьше, но тем не менее. Второй момент – это, конечно, долговечность. Долговечность покрытия, потому что убираются довольно часто, трутся эти смесители, аксессуары довольно часто, и это тоже сказывается на их внешнем виде в итоге. Ну и, конечно, формы для отелей предполагаются более плавные, опять же, чтобы не было никаких плоских частей, каких-то неудобных сопряжений, чтобы там ничего не нарастало элементарно. Ну и, конечно, что касается подхода в рамках принципов устойчивого развития, то важно также отметить, как эти предметы производятся. Вот мне очень понравилась серия аксессуаров, которая изготавливается из вторсырья. Эта идея не новая, мы, кстати говоря, сталкивались с целой душевой программой на выставке ISH во Франкфурте, которая тоже производится из вторсырья. Это, конечно, повестка очень важная для Европы. Ну, я надеюсь, что и для нас в том числе, потому что, в общем, все мы живем на одной планете. Еще один важный момент, касающийся дизайна ванных комнатах в отелях, это возможность кастомизации, потому что, опять же, помещения маленькие, не всегда стандартные, точнее, практически никогда не стандартные, если мы только не говорим о больших ванных комнатах в пятизвездочных отелях. И туда нужно впихнуть много чего, и, конечно, каждый сантиметр играет роль. И здесь производители предлагают поддоны, которые делаются по индивидуальному размеру, мебельные композиции, которые делаются по индивидуальному размеру, то есть шагом буквально в один миллиметр не всегда, ну, в один сантиметр точно. Ну, и, конечно, кастомизация касается цветов. Цвет сейчас очень важен везде, и монохромное решение для маленьких ванных комнат очень выигрышная концепция. Здесь, в общем, тоже есть на что посмотреть. Ну, и чтобы закончить тему с ванными комнатами, стоит поговорить также о зеркалах. В зеркалах с интегрированной подсветкой – это, безусловно, тоже самое выигрышное решение для ванных комнат в гостиницах, потому что иногда просто нет места, куда повесить светильник. И, во-вторых, за светильником нужно ухаживать, ну, потому что, если это внешний светильник, на нем тоже там оседает пыль, и что-то с ним может происходить. Естественно, зеркала с интегрированной подсветкой не обладают такими минусами, а дают сплошные плюсы в виде, например, равноверного освещения, если это круговая такая подсветка. Также в зеркалах можно интегрировать косметические зеркала. Опять же, их не всегда есть возможность куда-то прицепить, а для дам при утреннем туалете это, безусловно, очень важно. Ну, и, конечно, зеркала в номерах отеля используются не только в ванной комнате, а и в прихожей, и в зоне макияжа. И там, в общем, все те же самые принципы применимы. Единственное, что в ванной комнате, конечно, еще важна влагозащищенность этих светильников, ну и, собственно говоря, устойчивость к влажной среде самих зеркал. Что касается мебели, понятно, что все то же самое. Она должна быть надежная, безопасная, полковечная. И здесь представлены компании, которые занимаются именно контрактными поставками. То есть они потовой обычной мебелью за счетом не занимаются. Либо компании, у которых есть отдельное направление контракта и отдельный контрактный ассортимент. Там немножко оптимизированный дизайн для того, чтобы достичь как раз необходимых бюджетных показателей в итоге. Но, тем не менее, все качества, которые важны для отеля, для ресторанов, они присутствуют. Ну и, в общем, за счетую это может оказаться важно и для жилого интерьера, для обычного интерьера. Есть компании, которые предлагают даже целые концепции, включая проектирование, то есть такой one-stop-shop, что называется. Есть, конечно, компании, которые специализируются на какой-то тематике, например, опять же, на системе сна. И это тоже очень важно. Мы об этом говорили, когда посещали выставку Абитации в Валенсии. Если не видели, то посмотрите. Он противоречивый, но, на мой взгляд, довольно интересный. Ну и, конечно, что касается гостиниц, то для мебели и, в частности, для обивок, есть еще определенные требования по пожарной безопасности. Вообще, нужно сказать, по всем материалам, которые используются в гостиницах и не только в гостиницах, есть довольно серьезные требования по безопасности. Это касается и текстильной обивки, и текстильного декора. Это касается напольных покрытий. Кстати говоря, они здесь тоже присутствуют. Абсолютно разные. Есть натуральные, есть искусственные. Есть изготавливаемые тоже по заказу. Виниловые покрытия, какие-то плетеные покрытия. В общем, абсолютно разные. Ну и, конечно, плитки здесь тоже завались, потому что мы же все-таки в Испании, а Испания – это очень плиточная сторона. И плитка, конечно, используется в отелях здесь повсеместно, на полах жилых зонах, в ванных комнатах абсолютно естественно. Ну и, кстати, что касается виниловых покрытий, они тоже могут использоваться в ванных комнатах, решая и бюджетную задачу, и скорость установки. Кстати, скорость монтажа – это тоже очень важная характеристика при выборе решений для гостиниц. Это касается и сантехники, и отделочных стеревок, и, конечно, мебели того часа. И даже в плитке здесь тоже кое-что интересное есть. Компания, которая занимается металлизированной плиткой, причем металлизация делается по технологии PVD. Соответственно, металл в пяти различных оттенках можно нанести практически на любую плитку. На полированной поверхности плитка превращается, по сути, в полноформатное зеркало. И более того, туда можно еще и обогрев строить. Вообще, очень крутая вещь. И тоже есть определенные возможности кастомизации. Например, можно сделать какой-то, собственно, фирменный орнамент или просто разместить логотип. Очень круто. И, конечно, у общественных проектов бывает также и аутдор-зона. Аутдор – это вообще сейчас тема такая горячая, прежде всего, в жилых интерьерах. Но в общественных это само собой разумеющееся, потому что, если мы говорим о курорте, то, конечно, там есть уличный бассейн, там требуются шезлонги, какое-то уличное кафе, зонтики. Если это ресторан, то, например, такие редкие вещи, которые не встретишь на обычной мебельной выставке – это различные загородки, это обогреватели для террас. Ну, и что касается обогревателей, то зачастую это не только комфорт, это еще и настроение, которое создают уличные камины. Они могут быть как с естественным огнем, так и с биотопливом, может быть, на газу. Ну, в общем, тут варианты технические могут быть разные, но, безусловно, эта тема очень важная. Ну, и, кстати, на домашней террасе вполне тоже могут быть такие предметы. Изготавливается мебель аутдор из абсолютно различных материалов. Это может быть алюминий, это может быть пластик, это может быть переработанный пластик. И очень приятно было увидеть одну, можно сказать, иконическую португальскую компанию, которая производит вот те самые металлические кресла, которые вы встречаете в уличных кафе, например, в Лиссабоне. Этому дизайну уже несколько десятков лет, я думаю, что, наверное, лет 70. И это самый известный предмет, рожденный дизайнерами в Португалии. Так что, если вы смотрели мой тревел-канал и знаете, кто самый известный португальский современный художник, то вот теперь вы знаете самый известный предмет дизайна из Португалии. Конечно, не все страны такие жаркие, как Испания, но, тем не менее, рестораторам хочется продлить террасный сезон абсолютно везде. И здесь, помимо вот этих загородок, предлагаются даже такие решения для павильонов, которые можно закрывать, открывать, в том числе и автоматически различные решения и с вертикальными элементами раздвигающимися, и даже с опускающимися горизонтальными. Очень интересно. Тоже не помню, чтобы где-то видел так широко представлено. Если вновь вспомнить об отелях, то отели, особенно большие отели, это еще и, как правило, места, где проводятся различные конференции. Большие, маленькие, ну и, конечно, конференц-оборудование тоже здесь есть. Очень интересные полупрозрачные экраны. Ну и, кстати, это не обязательно только отели, это в том числе и хорошие офисы или даже коворкинги. В общем, и туда тоже подойдет. Еще одна важная история в отеле – это, безусловно, свет, он во многом, конечно, отличается от того, что применяется, как правило, в жилых интерьерах. То есть здесь люстр не бывает. Ну, они бывают, но только в ресторанах. В номерах, конечно, используются совершенно иные источники света. Очень важна история с прикроватным освещением. Там должно быть несколько сценариев. То есть это так называемый средний свет, это свет для чтения. И, конечно, в отеле важна кастомизация, то есть возможность изготовления этих светильников под размер, под какие-то конкретные требования и, может быть, в различных цветах. Ну и, конечно, signage, то есть подсвечивающиеся различные значки в отеле и в любом другом общественном месте на самом деле тоже имеют значение. То есть это номера комнат, это указатели различные. Здесь тоже достаточно много таких решений, на которые обычно не обращаешь внимания на каких-то более традиционных интерьерных выстав. Ну и, опять же, уличный свет для освещения тех самых outdoor-зон тоже очень важен в отелях. Ну и, конечно, здесь предъявляются высокие требования и по безопасности, и по долговечности. Безопасность в отеле очень важная характеристика. И, конечно, здесь тоже достаточно широко представлены системы доступа, то есть различные электронные ключи, различные системы. Конечно, сейфы, ну это тоже неотъемлемая часть хорошего отеля. Ну и, помимо сейфов, естественно, и мини-бары, это тоже неотъемлемая часть хорошего отельного номера. Системы управления цветом, они тоже здесь представлены, и если вы когда-то сталкиваетесь с электроустановкой, то поменяйте, что это, в общем, одни и те же компании, но решение именно для общественных проектов, ну, прежде всего, для гостиниц. Хотя некоторые из них могут с успехом использоваться, естественно, и в обычных жилых интерьерах. Тема, которой, на мой взгляд, недостаточно внимания уделяют дизайнеры, как в общественных, так надо сказать, и в жилых пространствах, это акустический комфорт. И, конечно, материалы должны быть помимо того, что безопасные с точки зрения окружающей среды, с точки зрения пожарной безопасности, они должны обеспечивать в том числе и акустический комфорт. Здесь тоже представлено несколько таких довольно симпатичных, на самом деле, решений, потому что они не всегда бывают симпатичные. Боже, и даже такое здесь есть. Специальная компания, которая занимается освещением для бутиков, для торговли, для шоурумов. Это тоже отдельная история, и там требования, на самом деле, достаточно серьезные, подсветить так, чтобы продукт, товар выглядел действительно очень круто. Отдельная наука, и я вот, честно говоря, раньше на выставках с таким не сталкивался, потому что все равно, как правило, компания занимается всем спектром, а здесь прямо вот специализация именно на этой тематике. Друзья, вам честно скажу, что-то я так давно не удивлялся на какой-то выставке, вот так называемое волшебное стекло здесь представлено, которое может быть прозрачным, может затемняться в зависимости от того, ну, от того, что включите вы или нет, в общем, электрическим образом это реализуется. И вы скажете, что да, ну, мы это уже видели, это все прошедший век. Здесь крутизна решения заключается в том, что это реализовано не с помощью стекла как такового, а с помощью пленки. То есть, соответственно, эту пленку можно накатать на любое уже существующее стекло, то есть можете накатать на ваши окна, на душевую кабину и таким образом использовать, не прибегая к каким-то значительным затратам. Вещь, конечно, не супер дешевая, но, с другой стороны, вам и не нужны там квадратные километры этой пленки. Стоит приблизительно порядка 500 евро, но на душевую кабину вам нужно, ну, около двух метров. Если хорошая душевая кабина, то вполне разумное решение, на мой взгляд. И что мне еще очень понравилось на этой выставке, это наличие таких концептуальных зон, где продукты, которые презентуют экспоненты, представлены в виде законченных решений. это какие-то бары, какие-то кафе, причем это действующие бары и кафе, и можно посмотреть, как, собственно говоря, это будет в живую, можно сказать, практически в реализованном проекте. За моей спиной как раз один из таких концептуальных ресторанов, который придумал очень известный испанский дизайнер Францеск Рифе. И это, как вы понимаете, азиатский ресторан, который решен очень простыми методами, но сразу же узнается тематика. Есть определенный ритм за счет использования этих жалюзей. Эти жалюзи также решают вопрос зонирования и того самого акустического комфорта. И, в общем, как бы я понимаю, что реализация такого ресторана, современного азиатского ресторана, не будет занимать долго времени и не будет очень дорогой. И мне кажется, это вот как раз такая эссенция тех решений, которые представлены здесь. Быстро, эффективно, надежно, долговечно, ну и, конечно, безопасно. И тоже можно сказать своего рода эссенция вот такого решения – это номер, гостиничный номер, который реализован в контейнере. То есть, помимо того, что это в принципе оптимальное решение, потому что в довольно компактном помещении умещено все, и все выглядит довольно стильно и удобно. Это еще номер, который фактически, как бы, вы не строите сами. То есть, который строят для вас и привозят туда, куда нужно. Ну, конечно, это прежде всего какие-то загородные, гостиницы, курорты, какие-то глэмпинги. Но, тем не менее, это прям вот совсем топов-то топ апогей. Друзья, выставка, конечно, очень небольшая. Это всего лишь один павильон. Иду не сказать, что прямо он максимально плотно заполнен. Но за эти несколько часов я получил какое-то удивительно положительное впечатление от того, действительно, какой уровень у выставки. Я имею в виду, насколько он однородный и сколько много интересных продуктов. И здесь, помимо того, что я уже упомянул, были, ну, наверное, абсолютно все направления, которые только могут быть в интерьерном дизайне. Здесь был и настенный декор. Это тоже очень важно в общественных проектах. Здесь и фитодизайн был. Это как раз исключительно проектная история. Здесь были полотенцесушители, какие-то балки из искусственного дерева, ну, точнее, под дерево. То есть это, опять же, переработанный материал. Ну, в общем, очень много еще чего интересного было. Да, было еще постельное белье, ну, потому что, естественно, в отелях без этого точно никуда. Был еще очень интересный концептуальный номер, который мне тоже понравился своим планировочным решением, своим цветовым решением, своим функциональным решением. Ванная комната на балконе, ну, это прямо очень круто. Ну, и вообще, как бы, уличные ванные комнаты, аутдор ванные комнаты, это тоже такой, как бы, тренд для настоящих ценителей. Ну, и, конечно, что мне очень приятно, это когда мы с кем-то из вас, дорогие зрители, встречаемся, когда вы меня узнаете и подходите. Друзья, подходите, узнавайте, узнавайте и подходите. И это прямо вот тоже добавило определенных положительных эмоций на этой выставке. Ну, и, конечно, это не все. Ну, в смысле, на сегодня практически все. Но это не все с Барселоны, потому что в Барселоне идет неделя дизайна. И в следующем видео прогуляемся с вами по самым интересным локациям этого мероприятия. Так что надолго не переключайтесь. Если еще не были подписаны, то подпишитесь, напишите, что у него эти приятные. Не забудьте поставить лайк. Это нужно не только мне, это нужно еще Ютубу, для того, чтобы он показывал это видео таким же заинтересованным, как вы. Ну, и до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok